Строительный скандал не утихает в Павлодаре. Две пятиэтажки возвели в рекреационной зоне города у природного памятника гусиный перелет. Сейчас по этому объекту идут судебные тяжбы между чиновниками разных ведомств. Тем временем другие участки в городе, на которых планировали возвести дома для очередников, пустуют. Застройщики говорят, что рады бы сдать объекты в срок, но с местной социально-предпринимательской корпорацией диалога нет. Раиса Моргунова расскажет. Вид на одну из главных достопримечательностей Павлодара, который открывался при въезде в город Благовещенский кафедральный собор, закрыли две новостройки. Дома возвели буквально за полгода. Чиновники уверяют, что юридических нарушений по архитектурному облику города здесь нет. Только вот жители с этим не согласны. Некрасиво. Церковь не видно. Такое милое дело было, когда едешь издалека и видно купа золотые, что с той, что с той стороны. Сейчас вообще не видно ничего. Ну, не хорошо, конечно. Лепят, лепят, не попало. Их все равно не снесут. Дома построили близ палеонтологического природного памятника «Гусиный перелет». И зона эта рекреационная, считают павлодарцы. Общественники говорят, направили кипу писем в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ведомстве постановили отозвать разрешительные документы, которые выдал отдел архитектуры и градостроительства Павлодара. Но местные чиновники с вердиктом не согласны. Комитет не устанавливал о том, что это рекреационная зона. Ни единого документа у нас не имеется на сегодняшний день. Проходит судебный процесс. По данной проверке первую инстанцию мы проиграли. Да, мы говорим, мы проиграли. Сейчас, в настоящее время, находится на операционном рассмотрении. Недоумевает и застройщик. Землю приобрел в 2006 году. Целевое назначение на строительство многоэтажки получил в 2020. Мол, все чисто. Я сам не понимаю, почему сейчас хотят сделать меня крайним. Прошло общественное слушание. После общественного слушания мы получили талон на строительство, на начало строительства монтажных работ. У меня в прошлом году, в 2021 году было все законно. Тем временем активисты считают, что чиновники и предприниматели знали, что эта стройка вне закона. У нас есть такие застройщики, я бы сказала, недобросовестные, которые изначально знали, на что они идут. Это их предпринимательский риск. Они построили. Но каким-то образом наш городской акимат выносит постановление, разрешительные документы дают, при том, что у них нет детального плана. Зато участки, на которых новостройки ждут тысячи семей, пустуют. По проекту на одном из проспектов города планировали возвести четыре многоэтажки. Две даже начали, но с социально-предпринимательской корпорации «Павлодар» игнорируют акты выполненных работ, рассказывают представители компании-застройщика. Хотя по договору должны принимать под подпись отчет ежемесячно. Два других здания и вовсе под вопросом, хотя подрядчик был определен. На официальный запрос телеканала «Астана» в СПК ответили, что заморозили проект из-за нерешенного вопроса по коммуникациям. Строительная компания же недоумевает. Пункт четко был прописан в договоре. Проектом договора на строительство домов вдоль проспекта Назарбаева, который нами уже был согласован, предусмотрено проектирование строительства инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории исключительно за счет средств инвестора. Бюджет вообще не принимает участие в строительстве данных инженерных сетей. Эти дома могли сдать в эксплуатацию уже в середине 2025 года. На тысячи непостроенных квартир претендуют очередники, которым, похоже, придется еще подождать своей жилплощади.